Водоемов в Ленинском районе хватает, но уже очень давно купание официально в них не разрешено. Дело в том, что Роспотребнадзор осуществляет мониторинг только двух водоемов – Сухановского и Булатниковского прудов. Контроль проводится перед и во время купального сезона. Но это не значит, что в этих прудах можно купаться, потому что там нет тех зон, которые должны были бы быть правильно оборудованы. То есть нет пляжа как такового. А что это значит? Это значит, что те предприниматели, которые, может быть, взяли уже в аренду эту землю, они должны обеспечить именно отдых населения около водоемов. Это в первую очередь обеспечение водой тех отдыхающих. Это сбор мусора. Это установка туалетов. Это установка раздевалок, душевых. Кроме того, должна быть установлена защита от солнца, прибрежная территория отсыпана песком или галькой, а также обязаны работать спасатели. Также на каждый водоем необходимо оформить санитарно-эпидемиологическое заключение. Ни один районный предприниматель, оборудовавший зоны отдыха на водоемах, такое заключение не получал. А это значит, что безопасность отдыхающим не гарантирована. И предупреждать об этом должны информационные щиты. На первый взгляд опасность может быть и не видна. Это, естественно, любые кишечные инфекции. Кишечные инфекции – это сальмонеллез, это у нас и холера, и дизентерия. Правда, за состояние прудов и водоемов по холере мы тоже отслеживаем. У нас идет тоже мониторинг. Пока в наших районах за последние 10 лет даже более нет этого. Значит, мы благополучны в этом плане. Но не значит, что такой ситуации не может случиться. Еще одна неприятность – сточные воды. Отчистные сооружения не всегда работают на 100%, а сколько неконтролируемых стоков. Это один из главных источников угрозы для здоровья человека. Напоминаем, проводя время на воде, прежде всего думайте о своей безопасности. Это в ваших интересах. Татьяна Снежка, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.